В хриплых звуках с трудом угадывается старинный русский вальс Китлера ожидания. Заводить патефон в обязанности медсестры не входит, но сегодня все это экспозиция. Реконструктор Марина Шереметьева готова рассказывать и военно-полевой хирургии времен Первой мировой войны, и даже показывать, с каким оружием шли в бой Великую Отечественную. Это ППШ, по-другому пистолет, пулемет Шпагина. Он очень универсальный в использовании, то есть, допустим, мы используем его на реконструкциях, в бою управляет он себя очень хорошо, то есть он не засоряется. Каждый год служба безопасности проводит такие военно-патриотические акции. Кроме Голицынского, здесь представлены еще шесть пограничных вузов страны, от Калининградского до Хабаровского. Мы информируем в ходе таких акций школьников, молодежь, о том, что такое пограничная служба, в каких условиях сегодня она несется, где и как готовятся будущие пограничники. Молодой человек, он должен быть, во-первых, патриотом своей страны, своего государства. Он должен приять сам для себя решение, то, что он хочет служить именно нашему народу. Выпускники-пограничники сразу трудоустраиваются. Выбор большой. Городские подразделения пограничного контроля в аэропортах и на вокзалах и пограничная охрана по периметру госграницы. Куда пойти, 11-классник Антон Супранов пока не решил, но точно знает, это будет военный вуз. Я хочу поступать, чтобы родину защищать, чтобы мать не боялась дома, думала, что защищает родину, все, под защитой находится. Сегодня важно и вспомнить ветеранов-пограничников. В Целине акция только стартовала. За неделю она объедет 7 городов области и финиширует в Ростове. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Дон-24, Целинский район.